Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь». Том 20. Вопрос. 3364. «Неоднократно слышал, что зарубежную церковь обвиняют в сотрудничестве с фашистами. В чем оно состояло?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Судим только потому, что говорят другие». «17 ноября 2005 года. В стремлении оправдать свое предательство в деле соединения с церковью-матерью МП перевертыши от РПЦЗЛ всячески обеляют все, что эта «мать» проделывала против принятия декларации 1927 года митрополита Сергия Строгородского и в то же время очерняют историю РПЦЗ. «Дескать, вы грешили, но и мы не без греха. Объединение в грехе» с подачи патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго особенно модно среди перевертышей РПЦЗ всех мастей и рангов приравнивать письмо митрополита Анастасия, написанное в 1938 году Гитлеру в благодарность за строительство им храма для РПЦЗ в Берлине к декларации митрополита Сергия. При этом в кавычках «уравнители» не приводят ни письма, ни декларации. В ответ на запросы читателей редакция «Узла мысли о России» приводит комментарий автора этого письма 1946 года, а также само письмо. Ответ митрополита Анастасия на обвинение о Русской Зарубежной Церкви в сотрудничестве с Хитлером. Выдержка из послания к русским православным людям по поводу обращения патриарха Алексия к архипастырям и клиру так называемой «карловатской ориентации». Не будучи очевидно уверен сам в действительности своих церковных прещений, патриарх Алексий пытается перевести дело с канонической на политическую почву и старается обвинить, очевидно, прежде всего, предсоветской властью заграничный архиерейский синод в том, будто он, цитата, «дал церковное благословение историческому врагу России и Германии на разгром и захват России». В доказательство этого он ссылается на благодарственный адрес Адольфу Хитлеру, поднесенный ему архиерейским синодом в 1938 году, но умышленно умалчивает, при каких обстоятельствах и за что был поднесен этот адрес. Вскоре после своего прихода к власти Хитлер узнал, что русские православные люди в Берлине не имеют своей церкви. После того, как сооруженный ими храм был отобран у прихода за неуплаченные за него долги, это побудило его тотчас же сделать распоряжение об отпуске значительных денежных средств на построение новой православной церкви на отведенном для этого прекрасном участке земли в германской столице. Следует заметить, что Хитлер предпринял этот шаг без какой-либо нарочатой просьбы русско-православной общины и не обусловил своей жертвы ничем, что могло бы так или иначе компенсировать ее. Архиерейский синод, так же как и все русское зарубежье, не могли не оценить этого великодушного акта, который совпал с тем временем, когда в России беспощадно закрывались, разрушались или обращались к совершенно несвойственному им назначению, превращались в клубы, кино, безбожные музеи, склады для продуктов и тому подобное, православные храмы и монастыри, и оскорблялись и осквернялись в России другие святыни. Этот факт и отмечен был в адресе, но никакого, цитата, благословения на разгром и захват России синод, конечно, не давал. Так же неверно заявление патриарха, будто, цитата, руководители церковной жизни русской эмиграции совершали публичные молитвы о победах Хитлера. Архиерейский синод никогда не предписывал таких молитв и даже запрещал их, требуя, чтобы русские люди молились в это время только о спасении России. Нельзя, конечно, скрывать того ныне общеизвестного факта, что истомленные безвыходностью своего положения, доведенные почти до отчаяния царившим в России террором, русские люди как за границей, так и в самой России возлагали надежды на Хитлера, объявившего непримиримую борьбу к коммунизму. Этим, как известно, и объясняется массовая сдача русских армий в плен в начале войны. Но когда стало очевидным, что он стремится на самом деле к завоеванию Украины, Крыма и Кавказа и других богатых районов России, что он не только презирает русский народ, но стремится к его уничтожению, что по его приказанию наших пленных морили голодом, что германская армия при своем отступлении сжигала и разрушала до основания все встречающиеся ей на пути русские города и села, истребляли и уводили с собой их население. Обрекала на смерть сотни тысяч евреев с женщинами и детьми, заставляя их заранее рыть для себя могилы. Тогда сердца всех благоразумных людей обратились против него, кроме тех, кто, цитата, «хотели быть обманутыми». Тогда всем стало ясно, что Хитлер не только не несет миру новой эры мира и социального хозяйственного благополучия, как он обещал в своих речах, но готовит гибель себе и своему народу и всем, кто связывал с ним свою судьбу, что и случилось на самом деле. Утвержденное на безрелигиозном и часто аморальном основании все его дело рушилось шумом, похоронив под его развалинами его самого и его ближайших сотрудников. Этот грозный урок был для всего современного человечества. Этот грозный урок нужен был для всего современного человечества, дабы все увидели, что кто хочет строить жизнь без Бога, тот строит свое здание на песке и заранее обрекает его на полное крушение. 1946 год. Благодарственный адрес митрополита Анастасия Адольфу Гитлеру от 12 июня 1938 года. Ваше высокопревосходительство. Высокочтимый господин Рейхсканцлер, когда мы взираем на наш берлинский соборный храм, ныне нами освящаемый и воздвигнутый благодаря готовности и щедрости вашего правительства, после предоставления нашей Святой Церкви прав юридического лица, наша мысль обращается с искренней и сердечной благодарностью прежде всего к вам, как к действительному его Создателю. Мы видим особое действие Божьего промысла в том, что именно теперь, когда на нашей Родине храмы и народные святыни попираются и разрушаются, в деле вашего строительства имеет место и создание сего храма. Наряду со многими другими предзнаменованиями этот храм укрепляет нашу надежду на то, что и для нашей многострадальной Родины еще не наступил конец истории, что повелевающей истории пришлет и нам вождя. И этот вождь, воскресив нашу Родину, возвратит ей вновь национальное величие, подобно тому, как он послал вас германскому народу. Кроме молитв, возносимых постоянно за голову государства, у нас в конце каждой Божественной Литургии произносится еще и следующая молитва. «Господи, освети любящих благолепия Дома Твоего! Ты тех воспрослави Божественную Твоей силой!» Сегодня мы особенно глубоко чувствуем, что и вы включены в эту молитву. Моление о вас будет возноситься не только всем в новопостроенном храме, но и в пределах Германии и во всех православных церквах. Ибо не один только германский народ поминает вас с горячей любовью и преданностью перед престолом Всевышнего. Лучшие люди всех народов, желающие мира и справедливости, видят в вас вождя в мировой борьбе за мир и правду. Мы знаем из достоверных источников, что верующий русский народ, стонущий под игом рабства и ожидающий своего освободителя, постоянно возносит к Богу молитвы о том, чтобы Он сохранил вас, руководил вами и даровал вам свою всесильную помощь. Ваш подвиг за германский народ и величие Германской империи сделал вас примером достойным подражания и образцом того, как надо любить свой народ и свою родину, как надо стоять за свои национальные сокровища и вечные ценности. Ибо и эти последние находят в нашей Церкви свое освящение и уковечение. Увековечение. Национальные ценности составляют честь и славу каждого народа и посему находят место и в вечном Божьем Царстве. «Мы никогда не забываем слов Священного Писания о том, что цари земные принесут в небесный Божий град славу и честь свою и славу своих народов». Откровение 21, 24, 26. «Таким образом создание сего храма является укреплением нашей веры в вашу историческую миссию». «Вы воздвигли дом небесному Владыке, да пошлет же он свое благословение и на дело вашего государственного строительства и на создание вашей народной империи. Бог да укрепит вас и германский народ в борьбе с враждебными силами, желающими гибели и нашего народа. Да подаст он вам, вашей стране, вашему правительству и воинству здравия, благоденствия и во всем благое поспешение на многое лето». Архиерейский Синод Русской Православной Церкви за границей Митрополит Анастасий. Прокеремия 17, 5. «Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа». Иезекииль 29, 3, 4. «Говори и скажи, так говорит Господь Бог, вот я на тебя фараон, царь египетский, большой крокодил, который лежа среди рек своих, говоришь, моя река, и я создал ее для себя, но я вложу крюк в челюсти твои и к чешуе твоей прилиплю рыб из рек твоих и вытащу тебя из рек твоих со всею рыбою рек твоих, прилипшую к чешуе твоей». Снежная лавина друга унесла, он стоял в испуге рот разинув, а от снимка ни добра, ни зла с корнем вырвало то деревце насильно. Скажет кто-нибудь, тому не повезло, кто разбился или же сгорел, захлестнула жизнь и нить узлом, оборвала, я же с вами цел. Это все примеры для живущих, если не покаемся, погибнем так же. Мы же все-таки сгнивших, сгинувших не лучше, та же чернота, чернее зимней сажи. Сын мой, сын, увы, а весолом, кто вернет тебя? Мне не дождаться сына, на опасный выдвинулся склон, кровь от ужаса в жару застынет. Сколько же друзей, подруг теряем, от некрологов пестрит в глазах. Оказались к новой бездне с краю, глупо-глупо, не хватает зла. Любопытство часто хуже пытки, и теряют девство вместе с детством. Как в духовном, им нужна подпитка, с ангелом сдружиться, а не с бесом. Дымная лавина унесла, начинавшего курить от взрослых скрытно. А теперь пойди, поймай осла у чужого пойла и корыта. Сто лазеек неслух изобрел, как родителей незримо провести. Думали, в наследниках орел, он же уместился весь в горсти. Мертвым не помочь, их не вернуть. Нам же плакать о себе опадших в Царство Божие, в небесную страну. Кто к кресту припал, венцом украшен. 7 декабря 2006 год. Игнатий Лапкин.